Меседу Булач «Идеальная любовь неидеальных мам» Читает автор От автора Меня зовут Меседу Булач. Я специалист в области детско-родительских отношений, жена и мама. Как мама я бываю разной. Иногда счастливой, уверенной в себе, правильной, последовательной. А иногда маленькой, сомневающейся, потерянной, уставшей и сердитой. Да, я бываю той самой мамой на нуле. И не хочу скрывать это от себя. Потому что именно тогда мне больше всего нужна поддержка. Однажды я поняла, что таких, как я, много. Пять лет назад в своем блоге я опубликовала первый пост. Тогда я еще не представляла, что внезапный порыв делиться знаниями и чем-либо своим превратиться в блог с аудиторией в сотни тысяч человек. Читательницы слушают и слышат, хотят и готовы доверить мне личное сокровенное. Они пишут, поддерживают, спрашивают и благодарят. Потом родилась эта книга. Я хотела, чтобы она была теплой, как ложка маминого супа после морозной прогулки. Нежной, как мамина объятия, когда страшно. Заботливая, как мамина улыбка в трудную минуту. И дающей силы, как мамина любовь. Миссия книги – помочь женщинам не бояться сказать обществу и самим себе, что быть мамами совсем непросто. Да, материнство не всегда про радость. Это большой труд, от которого порой устают сильнее, чем от любого другого. Про обратную сторону материнства мало говорят. Книга состоит из коротких писем тебе, дорогая, неидеальная мама. Каждый день ты можешь слушать несколько из них и получать поддержку. После одних писем станет тепло и уютно, после других захочется смеяться, а после третьих, возможно, плакать. Может быть, захочется жаловаться и хвастаться, ныть и ликовать. Просто быть собой вне критики и оценки. Во второй части этой книги ты найдешь много практик, эффективных и работающих в моменте. Они помогут стабилизировать эмоциональное состояние и поддержать себя в трудную минуту. Не стану обещать, что твой материнский путь будет гладким. Обязательно найдутся ухабы и резкие повороты. Ты наверняка будешь спотыкаться и падать. Может, заносить и сштормить. Но согласись, осознание того, что ты идешь не одна, стеляет уверенность и дает силы. Даже если ты сбилась с пути, знай, что у тебя всегда есть поддержка. Я хочу, чтобы эта книга стала твоей маленькой путеводной звездой на бескрайних просторах под названием родительство. Чтобы ты, независимо от возраста, места, опыта, количества детей, социального положения и эмоционального состояния, знала. Я лучшая мама для своего ребенка. Я точно справлюсь. Как слушать эту книгу? Эта книга прекрасна тем, что слушать ее можно с любого момента. Вы не упустите нити повествования. Все будет совершенно понятно. А на душе станет тепло, как от беседы с дорогим сердцу человека. Каждая история задумана как самостоятельное мини-послание, поэтому слушать их можно в любом порядке. Мы сделали так, чтобы вам было комфортно изучать книгу маленькими шагами, делать паузы, отвлекаться, откладывать ее в сторону, а потом снова возвращаться. Мы знаем, как может быть насыщен и занят день каждой мамы. Нам кажется, что книга станет прекрасным подарком для вашей подруги, сестры или даже мамы. Она – один из способов сказать без слов. Я забочусь о тебе. Ценю и хочу поддержать. Часть первая. Письма мамам. Письмо первое. Тебя не надо менять. Вот уже много лет я исправно пишу о необходимости психотерапии для всех. В ответ часто получаю категоричную, но на самом деле очень уязвимую обратную связь. Еще чего. Я сама себе психолог и помощница. Могу справиться с проблемами своими силами. Обычно я улыбаюсь и ничего не отвечаю. Потому что человеку нельзя навязать психотерапию. До знакомства с собой настоящим нужно дорасти. Недавно я прочла, что сам себе психолог, как сам себе стоматолог. Больно, не видно и каждый раз попадаешь не туда. Громче всех возмущаются счастливые мамы, любимых детей и любимые жену с счастливых мужей. Почему? Как показывает практика, за фасадом идеальности и всепоглощающего счастья прячется много скелетов. А ведь так хочется демонстрировать миру и доказывать себе, что я счастлива. Такой скелет у каждой идеальной женщины свой. У одних он имеет очертания условной любви, когда ценен только за то, что ты хорошая и успешная. К другим он приходит из детства, когда весь класс смеялся над твоей неказистостью и пришлось компенсировать ее ярым перфекционизмом. Третьи страдают в отношениях. Четвертые хотят вынырнуть из материнского дня сурка. Это кажется стыдным и невыносимым. Проще все спрятать за налокированной идеальностью. Но если я скажу, что есть другой путь. Да, поначалу можно хорошо обозрать коленки. Читай душу. Но потом, если дать себе время и допустить, что ты не обязана быть идеальной, даже самой себе, если открыть шкаф и взглянуть на скелеты, которые ты годами держала в заточении, обходила стороной, вдруг станет не так уж и страшно, представляешь? Идеально гладко — это так скучно. История таится в неровностях и шероховатостях. Проведи по ним рукой. Чувствуешь? Это и есть твоя душа. Письмо второе. Ты можешь. Когда я создаю свои курсы или пишу план книги, то думаю о тысячах женщин, которым они адресованы. В силу своей работы я каждый день общаюсь с разными мамами, работающими домохозяйками, растящих детей с партнерами или соло-мамами, многодетными и нет, даже с теми, кто мамы в душе, но еще не встретились со своим малышом. Каждая из них — про любовь. Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, то всегда затрудняюсь, как отвечать. Могу ответить, что веду курсы и консультирую мам, но в этом нет глубины. Сегодня утром я вдруг поняла. Погружаясь в материнство, мы все начинаем путь, который может занять многие годы. Кого-то он уводит далеко от себя, а кого-то, наоборот, приводит к себе. Я здесь, чтобы стать твоей картой, путеводной звездой, попутным ветром и маленьким компасом, который можно достать из кармана, если неожиданно настигла буря и сбились координаты. Ты вернешься к себе, живой, настоящей, любящей, любимой. Такой, какая ты есть. Иногда кажется, что эта дорога без конца, и повороты становятся все круче, а озера все глубже. Но поверь, если закрыть глаза и смотреть сердцем, ты сможешь. Ничего тебе больше будет не нужно, только ты и твоя любовь. Она сделает все сама, если дать ей просто быть, слышишь? Если кажется, что ты потеряла себя настоящую в бессонных ночах, подгузниках, кастрюлях, непослушаниях, соплях, работе и усталости, давай начнем тебя искать. Расскажи мне, какая ты настоящая? Письмо третье. Мне можно. Почти с каждой клиенткой мамой, которая приходит на консультации с запросом о ребенке, мы прорабатываем ее отношения с обществом. Почти каждую маму с запросом «мой малыш плохо себя ведет» беспокоит больше не его поведение, а неудобство перед обществом. Что скажут люди, почему они должны терпеть, неудобно быть неудобным и так далее. Но вся соль в том, что как бы ты ни изворачивалась, как бы ни спиливала свои острые углы и не нашивала заплатки на дырочке, ты никогда не станешь угодной, безоценочной и безусловно принятой. Общество – родители, свекровь, муж, подруги, другие мамы или просто прохожие – всегда будет оценивать, советовать, учить, вздыхать и даже осуждать. Твой ребенок плачет в самолете? Почему мы должны это терпеть? Не кормишь грудью? Плохая мать. Долго кормишь? До армии будешь. Рана отдала в сад? Кукушка. Не отдала? Растишь социопата. Рожаешь каждый год? Не сможешь уследить. Не рожаешь? А когда за вторым? Один ребенок – это не ребенок. Ухоженное пределе на детей забило. Домохозяйка с дулей помешалась на борщах и памперсах. Общество мыслит шаблонами и боится выйти за рамки коллективной травмы. Не терпят, осуждают, лезут и советуют, потому что только так ощущают себя живыми.